Президент адвокатской палаты Республики Башкортостан выстрелил целым залпом судебных претензий в адрес изданий, частных лиц и даже депутатов госсобрания Республики Башкортостан. Набрать в свои ряды пятерых кандидатов с судимостью в прошлом, пускай даже эти судимости сняты, масса дольщиков этого жилого комплекса начинает разделяться по домам. Получен результат, получены анализы о том, что это вещество четвертого класса опасности. Неумелое взаимодействие с оппонентами, оно наводит на мысль, что вся репутация госпожи Бортовой как искусного лоббиста, переговорщика и прочего, ничто иное, как пшик. Минувшая неделя не была богата на какие-то экстраординарные события, но, тем не менее, кое-что происходило в Республике и в Уфе. Во-первых, в строках хотелось бы рассказать о несказанной активности господина Юмодилова в судебном поле, внезапно критикуемый всеми президент адвокатской палаты Республики Башкортостан выстрелил целым залпом судебных претензий в адрес изданий, частных лиц и даже депутатов госсобрания Республики Башкортостан, внезапно ощутив ущерб собственной репутации, чести и достоинству. А именно, господин Юмодилов подал иск на издание про Уфу, господин Юмодилов подал иск господину Буркину, а также Булат Гумерович подал отдельный иск в адрес депутата Государственного собрания Республики Башкортостан Галина Ильгама Илюсовича. По версии господина Юмодилова, все эти страшные силы неимоверным образом уронили репутацию и нанесли какой-то кошмарный ущерб чести и достоинству ему лично и, видимо, адвокатской палате. 27-28 августа состоятся первые заседания судов по этим делам. Любопытно отметить, что суть этих исковых заявлений настолько абсурдна, и те фразы, которые выдернул господин Юмодилов из публикаций или публичных выступлений людей, к которым он предъявил претензии, они на самом деле настолько смехотворны, что если их опровергать с точностью наоборот, то получится даже смешнее, чем было изначально. Очевидно, что история с Юмодиловым, которая длится уже порядка, наверное, 7-8 месяцев, подходит к концу, потому что подавляющему большинству здравомыслящих людей понятно, что та ситуация, которая сложилась в адвокатской палате Республики Башкортостан, не просто скандальная, она абсолютно недопустима, и очевидно становится, что срочно необходимо менять что-то в этой области, причем менять нужно кардинально, быстро и очень серьезно. Помимо всего прочего, продолжается судебное разбирательство о законности нахождения господина Юмодилова на третьем сроке в руководстве адвокатской палаты. Появились дополнительные аргументы и документы, которые указывают на то, что господин Юмодилов в тесном сотрудничестве с госпожой Кучиной, которая тогда возглавляла филиал отделения Министерства юстиции по Башкортостану, предприняли ряд странных, скажем так, очень подозрительных действий, которые привели к тому, что господин Юмодилов остался на третий срок в руководстве адвокатской палаты. Я утверждаю, что без содействия, без попустительства Министерства юстиции подобного произойти не могло, и не утверждая, что господин Юмодилов оплачивал подобное попустительство наличными, я все-таки утверждаю, что просто так это произойти не могло, это не могло быть обыкновенным недоразумением или халатностью, подобные вещи, конечно, всегда на контроле у руководства. И госпожа Кучина не могла не знать, что вот это творится с документами и с переназначениями Юмодилова на этот пост. Сейчас эти документы все уже обнаружены, в этих документах существует чудовищное противоречие по датам, по фактам случившимся, по назначениям, снятиям и так далее, вот этих вот фиктивных лиц, которые как будто бы прервали срок правления господина Юмодилова. В общем, если суд к этому отнесется внимательно, то все претензии господина Юмодилова в защиту чести достоинства окажутся уже, в общем-то, не то что смешными, а абсолютно неуместными. Потому что подробные разбирательства в его пути к третьему сроку на посту главы адвокатской палаты покажут, что человек нарушил все мыслимые и немыслимые правила и, соответственно, все эти претензии будут сняты. В общем, в ближайшие дни, 10-12, я думаю, мы узнаем очень много интересного про эти вещи. И я очень надеюсь, что к осени история с адвокатской палатой должна завершиться. Господин Юмодилов должен быть уволен, убран с этой должности. Я не знаю, последуют ли за этим какие-то уголовные преследования в его адрес и в адрес его команды, но посмотрим. Напомню, что в довольно краткий период времени произошло несколько задержаний ближайших соратников, сотрудников господина Юмодилова. Один из них до сих пор находится под домашним арестом. Все эти задержания были связаны с коррупционными проявлениями, с получением незаконных вознаграждений и так далее. И все это, конечно, никак не красит адвокатскую палату, а более того, иллюстрирует тот уровень разложения, который мы наблюдаем в этой структуре. Продолжились акции протеста и события вокруг проблемных объектов долевого строительства. Этих объектов в республике так много, что их вполне достаточно на наличие регулярных этих событий. То есть каждую неделю будет происходить один или два подобных перформанса. Это и голодовки, и акции протеста, и пикеты, и так далее. Все это мы наблюдали на прошлой неделе. В России возобновилась голодовка дольщиков и инвесторов жилого комплекса «Цветы Башкирии». Перед выборами Владимира Путина лично премьер-министр республики Башкортостан господин Марданов усмирял эту болевую точку. Он наобещал там с трекоруба и заявлял, что строительство уже буквально начнется через пару дней. Ему, видимо, было дано задание обещать все что угодно, лишь бы не допустить или бы прекратить эту голодовку. Прошло несколько месяцев, ничего не изменилось. И граждане, уже окончательно отчаявшись и абсолютно потеряв веру в обещания чиновников, вышли на голодовку. Я думаю, что они думают, что это игра. Они недопонимают. Вчера я охрану порядка города предупредила, что со дня на день, скорее всего, я сама к голодовке уже присоединюсь. Потому что люди устают, пятый день голодовки. Вчера, я говорю, уже человеку плохо было, сегодня еще одному у него давление падает. Поэтому я, в принципе, готова сама присоединиться к голодовке. Мы в середине недели отдавали об этом сюжет. Этот сюжет имел продолжение. Туда на стройку приехали представители партии «Справедливая Россия», от которой пытается баллотироваться в госсобрание обвиняемый во всех своих бедах господин Абызов, застройщик этого жилого комплекса. Если мы приехали сюда решить эту проблему, я предлагаю следующий вариант. Получается, две абсолютно противоположные точки зрения. У вас одна точка зрения, у него другая. Он даже письмо давал нам с объяснением причин. Я могу вам письмо подоставить. Я же вас не переговорил. Поэтому я предлагаю сделать проще. Я думаю, Андрей Владимирович, как лицо, заинтересованное в этом строительстве и не заинтересованное в этом строительстве. Хорошо. Я не утверждаю, я здесь только рассуждаю. Я предлагаю инициировать встречу. Пусть он приедет сюда, и вы с ним лично поговорите. Очень рад. Совсем что-то. Нет, а вы для кого это сделали? Может быть, у него действительно есть свое видение решения этой проблемы? 430 человек. И он один. И вы ему верите, а в нас сомневаетесь. Вообще, конечно, позиция справедливой России в Башкортостане скандальная и бессовестная. Это несправедливая Россия приехала. Это приехали люди Абызова для того, чтобы продвинуть его к депутатам. Только так. Мы не против справедливой России. Нет. Ни в коем случае. А против инициативной группы, которая продвигает Абызова. Набрать в свои ряды пятерых кандидатов с судимостью в прошлом. Пускай даже эти судимости сняты. Набрать в свои ряды кандидата Абызова, у которого сейчас заведено уголовное дело по 159-й статье мошенничеству. И нисколько не усомниться в годности подобного кандидата, который судим раньше по совершенно постыдной статье о алиментах, которые сейчас находятся под следствием по мошенничеству. И вот этого яркого политического деятеля они выдвигают в госсобрание. Понятно, что все это заказуха. Понятно, что господин Абызов использует корочку кандидата в депутаты госсобрания только как способ отсрочить следствие. Ввиду того, что как только он получил эту корочку, дело тут же было передано в Следственный комитет по последственности. И, соответственно, это всего лишь затягивание уголовного дела и отсрочка тех процессов, которые пойдут по нему. А вот позиция самой справедливой России, конечно, постыдна и унизительна. В том смысле, что эти люди не гнушаются ничем, чтобы что? Я вот боюсь сейчас в кадр как бы необоснованно обвинить людей в корысти. Но что может сподвигнуть вот этих вот юных руководителей отделения «Справедливая Россия» в Республике Башкортостан на то, чтобы взять в ряды своих кандидатов вот этого никому неизвестного застройщика, находящегося под следствием, внезапно вывести его на передний план политической борьбы? Что их сподвигло? Значит, в них свои интересы есть. Значит, они куплены, а вызовы только так. Какие аргументы, какие мотивы? Ну вот я намекаю, а вы додумывайте, зачем этим людям нужно было выдать ему эти документы. В общем, конечно, история ужасная. Дольщики ЖК «Цветы Башкири» продолжают свою голодовку. Одну женщину уже увезли на скорой помощи, ей стало плохо, значит, и госпитализировали. Слава Богу, скорая помощь смогла попасть на стройку, потому что в один момент господин Абызов закрыл ворота и блокировал доступ туда людей и техники. Также он предпринял попытку имитировать строительство, наняв шестерых гастарбайтеров, которые изображали то, что они штукатурят стены. Работники были нерусскоязычные, работали без средств защиты и страховки, без касок, без страховочных поясов. На каких-то шатких досточках мы давали эти кадры, это ужасно выглядело, но все это было сделано в ППХ, им дали ведро, мастерок, там три мешка цемента и сказали изображайте стройку. В общем, конечно, вот эта борьба с «Цветами Башкирии», конечно, еще впереди. Я думаю, что абсолютно необходимо вмешательство госстроя Республики Башкортостан в эту ситуацию. И очевидно, что единственный путь решения этой проблемы – это смена застройщика. Трудный, длинный, очень хлопотный путь, который не хотят проходить наши чиновники, на который им придется пройти. Кроме всего прочего, возвращаясь к «Справедливой России» в Башкортостане, надо отметить, что федеральное руководство этой партии уже обратило внимание на эту ужасную ситуацию с выборами у Госсобрания, на то, как они проходят здесь в контексте именно «Справедливой России». Господин Миронов уже дал поручение разобраться с тем, в каком порядке тут выдвигались эти кандидаты «Справедливой России», разобраться с тем, кто и как принимал решение о принятии и в партию, и в ряды кандидатов от «Справедливой России». Я думаю, что впереди у руководства регионального отделения «Справедливой России» много-много интересных событий, и я думаю, что это руководство кардинальным образом сменится ближе к Новому году, этот процесс, наверное, завершится, и вот эти вот странные, шустрые товарищи, посчитавшие эту партию неким бизнесом, наверное, покинут ряды руководства регионального отделения. Вторым событием, связанным с протестами обманутых дольщиков, было собрание дольщиков домов номер 12, 13, 8, 11 жилого комплекса «Серебряный ручей». В Деме необычность этого события в том, что масса дольщиков этого жилого комплекса начинает разделяться по домам. Девятый, седьмой и десятый дома практически готовые к сдаче, которые действительно, вероятнее всего, будут сданы в обозримом будущем. Они уходят на второй план в том смысле, что беспокойство граждан, которые купили квартиру в этих домах, скажем так, стремительно снижается, а вот граждане, приобретшие квартиры в 13, 12, 11 и 8 домах, наоборот, усиливают свои действия. И вот они отдельно собрались на этой неделе на стройплощадке, обошли дома. Мы записали обращение от них и их вопросы к застройщику, к государственным органам. В очередной раз я констатирую, что степень контакта и информированность дольщиков о процессах, которые происходят в этой сфере, недостаточно. Люди не понимают многих вещей, не понимают, что происходит, требуют ответа на эти вопросы. В общем, мы эти вопросы записали и транслируем. Вопросы такие. Где деньги? Куда они ушли? Ведь эти деньги по закону, по законодательству Российской Федерации должны направиться только на стройку. Где эти деньги? такие. Почему после продления срока аренды земельного участка здесь не появились бригады? Здесь не появились люди, которые должны были строить наши дома? Вопросов, конечно, много, на которых никто ничего не отвечает. И сегодняшний день. Почему все усилия перекинуты на три дома? Хотя вот дольщики 12-го, скажем, дома конкретно и такой дом, как 12, тут у нас 4, также оплачивали деньги, также у нас все сроки истекли, также все сроки прошли. Вот, в принципе, Денис, и когда, конечно, самый главный вопрос, когда начнут строиться? У нас у дольщиков 13-го дома есть три вопроса. Первый вопрос касается того, застрахован ли наш дом. Второй вопрос касаемо посекционной сдачи, возможно ли посекционная сдача. И третий вопрос – это хватит ли силу застройщика завершить строительство нашего дома. Вопрос по жилому доме номер 11. Куда ушли средства? Когда будет возобновлено строительство? И будет ли создана комиссия с представителями дольщиков жилого дома номер 11 для контроля за строительством? Мы, дольщики проблемных домов 8, 11, 12, 13, хотим задать следующие вопросы. Когда будет начато строительство наших домов? Второй вопрос. Требуем изменить дорожную карту с возможностью по домовой сдаче домов, а также отразить в них конкретные графики строительства и ответственность за нарушение данных графиков строительства. Третий вопрос. Отразить в дорожной карте строительство сетей для нормального функционирования наших домов. В истории с незаконным складированием нефтешлама в Билибии, о которой мы говорим с начала марта, если не поставлена точка, то поставлено уже достаточно жирное многоточие. А именно Росприроднадзор по республике Башкортостан провел экспертизу веществ, которые складируются в непосредственной близости от полигона ТБУ города Билибия. Получен результат, получены анализы о том, что это вещество четвертого класса опасности, что истово опровергалось и администрации города Билибия, и Билибиявского района, и нанятыми блогерами и экологами. Это окончательно ставит точку в вопросе, шлам это или не шлам, это шлам. До 20-го числа этого месяца администрации Билибиявского района предписано отчитаться о том, каким образом они будут ликвидировать вот эту гигантскую кучу нефтешлама около свалки, а это примерно 30-35 тысяч тонн. В противном случае, если эти действия не будут предприняты, то последует следующий уже уровень ответственности. Уже теперь на администрацию возложена ответственность и, видимо, они будут оштрафованы. Я думаю, что следующим шагом все-таки нужно осмыслить эту ситуацию и предпринять какие-то административные действия. История с нефтешламом в Билибии у нас активно начала муссироваться весной. Как вы можете прокомментировать, это реально опасность была экологическая и нарушение законодательства? Ну, реально, да. Но немножко приукрашено было. Почему? Там чисто политический аспект мешался. Я так понимаю, что это направлено было против главы республики в каком-то плане и главы района Билибиявского. Но, тем не менее, факт имел место. Действительно, нефтешламы, которые, кстати, радиоактивны, в черте города, просто в ямке какой-то... Господин Веселов, я обращаюсь к вам. Эта вещь или ядовитая, или не ядовитая. И неважно, вплетен ли в эту историю глава Билибиявского района или даже хамитов. Третья содовая война продолжается. Пока она в основном происходит в интернете. И, как ни странно, основным актором на прошедшей неделе выступила госпожа Бортова, которая вступила в словесное единоборство со своими оппонентами. Госпожа Бортова, видимо, не обладая достаточным количеством аргументов, уже начала использовать всевозможные переходы на личности. В ответ на упреки в экологические опасности своего предприятия она стала советовать людям прибираться у себя дома и так далее. То есть, ну, настолько, как сказать, дилетантский подход к дискуссии, настолько, скажем так, неумелое взаимодействие с оппонентами, оно наводит на мысль, что вся репутация госпожи Бортовой как искусного лоббиста, переговорщика и прочего, ничто иное, как пшик, потому что вот эти люди, которые занимаются джиаром и пиаром, они должны в первую очередь уметь дорожить и собственной репутацией, и репутацией объекта, субъекта либо предприятия, с которым они работают. Так вот, госпожа Бортова, на мой взгляд, сейчас вольно или невольно наносит колоссальный ущерб имиджу и репутации защищаемого ею предприятия, и худшего сценария придумать нельзя. То есть сейчас она близка к тому, чтобы перессориться и переругаться со всеми ведущими, скажем так, говорящими головами этого процесса. Следующим результатом будет полное отторжение ее как переговорщицы, как контактера со стороны СОДы, и в общем-то, ну, контакт будет потерян, что, собственно, недопустимо для ее должности, для ее функции, она как раз-таки в моем представлении должна налаживать этот контакт. В общем, конечно, я констатирую то, что сценарий господина Галямова и госпожи Бортовой на данный момент провалился. Я думаю, что либо нужно возобновлять с чистого листа подобные вещи, ну, либо довести их до абсолютного абсурда, к чему, собственно, и идет госпожа Бортова. Ну, в общем, понаблюдаем, посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова